Средства оплаты столетней давности. В ИКЦ открылась выставка денежные знаки Временного правительства. Их называли тогда керенками и думками с уникальными бумагами. Познакомились и мои коллеги. Этим купюрам больше ста лет. Глядя на них, сложно представить, каких размеров были в то время кошельки. Этими деньгами пользовались в период Временного правительства. Денежный знак номиналом 1000 рублей был выпущен в 1917 году. Вместо герба на нем изображен Таврический дворец, где тогда заседала Государственная дума. Поэтому в народе ее прозвали думкой. После отречения царя от престола власть перешла ко Временному правительству. Оно решило полностью избавиться от имперской символики и в оборот вело купюры без скипетра, державы и короны. Расплачивались такими деньгами недолго, до 1920-х годов. Самые первые денежные знаки их изготавливали из бумаги белого цвета и использовали водяные знаки. И на тот период времени это был верх технического совершенства в оформлении и в изготовлении этих денежных знаков. Кстати, денежные знаки номиналом в 1000 рублей, они практически не поддавались подделке. Подлинные денежные знаки Временного правительства принадлежат коллекционерам из Первоуральской и Екатеринбурга. Родион Гимашев с детства коллекционирует ценные монеты. Есть банкноты до того периода, они редкие. Их, конечно, было много выпущено, но особого распространения не было. Поэтому меня заинтересовало, я пришел. Помимо денежных знаков Временного правительства на выставке представлены купюры Гражданской войны и Царской России. Например, это самая крупная банкнота Петенька номиналом 500 рублей. Вы здесь видите изображение Петра Первого. Этот денежный знак стали изготавливать с 1912 года. До этого времени изготавливали денежный знак с изображением Петра Первого, но в головном уборе. А с 1912 года головного убора мы здесь наблюдаем. О денежных знаках сегодня рассказывают первоуральским школьникам. Для старшеклассников это своеобразный урок истории. Эти денежные знаки произвели огромное впечатление на нас. Во-первых, то, что мы можем увидеть их своими глазами. Это уникальная возможность. Мы же не коллекционеры, и мы очень рады, что нам их предоставили. Очень интересно. И я считаю, что узнавать о том, как менялась российская валюта на протяжении истории всего государства, это очень интересно и нужно хотя бы для общего развития. И я действительно рада, что мы сегодня посетили эту выставку. Выставку организовали в честь столетия Октябрьской революции. В ЭКЦ уникальные купюры представили всего на один день. Ульяна Шелькова, Денис Неугодников. Хроника дня.